Всем здравствуйте! Хочу поделиться опытом по строительству теплицы, каркас из уголка и профиля покрытием его поликарбонатом. Начинаем с выбора местности и устройства фундамента и заливки отмостки из бетона. В бетонное основание я закладываю сразу анкерные болты диаметром 10 мм, уголок 40 на 40. Это по периметру я делал основание для каркаса металлического, стягал его, соответственно, пластинами 5 мм, толщина пластин. Анкерные болты делал на расстоянии где-то 1,20-1,30 мм друг от друга, стена хорошо держится. Потом приступаю к заготовке дуг на теплицу. Дуги гнул основные из профиля 20 на 40. Стена не очень толстая, 1,7 мм. А вспомогательные или промежуточные дуги это 25 на 25. Там стена совсем еще тоньше, 1,2 мм. Прогон дуги я делал за 4 оборота, потому что стена не стала нажимать, так как тонко и дает первый втиск туда в давление. И вмятина получается, поэтому делал за 4 прохода. И вот помаленечку вот так прижимая, мы прогоняем или прокатываем эту трубу на данную теплицу. Теплица у меня размером 3 на 6. Дуга ширина 3 метра. Вычитал ее по форме 2, PR разделено на 2. Ширина, длина профиля 4,70 мм. У меня получилось. И по 20 см сделаю, как валики меня друг от друга. По центру 20 см. Значит еще 40 см. Получилось 5,10 мм. Потом этих 20 см буду отрезать. И соответственно буду приваривать на стойке, которые у меня из уголка сделаны. Вот какой профиль мы видим получился. Сейчас поставим к тому профилю. Три профиля дуги я уже приварил. А это еще просто доборные у меня идет профиля. И соответственно буду их приваривать. Вот видите, как оно выглядит. Только три профиля пока у меня приварено. Но еще обрамление, еще много тут работы. Казалось, что быстро все сделано. Но не так, то уж быстро оно и подается. Уголки, вот углы мы видим. У меня 50 на 50 углы. Это стойки по высоте. Они идут в метр тридцать. Вот эта вот стойка, которая идет в метр тридцать. Я затем взял. Хотел взять выше метр семьдесят. Нет, метр тридцать. Но и так у меня высокоотеплица 2,90 получилась от основания земли. Дуга. Переход делает плавный оттуда. И вот начинаем мы теперь заготовку. Еще дуг вспомогательный. Это дуги идут из профиля 25 на 25. Делаем отрез по данной длине. Это у меня вспомогательные дуги будут, которые будут накладываться на оба торца, чтобы крепить поликарбонат, не отступая, как положено, 3 или 4 миллисантиметра. И, соответственно, эта профильная труба будет у меня ложиться под низ основной трубы. Их две трубы такие я прогоняю их. И, соответственно, потом буду их приваривать. Сделал отрезку по данному размеру. Соответственно, на 20 сантиметров мне пришлось больше брать, потому что расстояние от центра ролика или валика основного до вспомогательных 20 сантиметров. И вот эти 20 сантиметров, чтобы был плавный переход, я буду обрезать. Вот прогоняем мы эти трубы профильные. Эта труба еще тоньше, чем основные. И поэтому приходится прогонять ее очень осторожно, чтобы не было сильных таких перегибов. Если сравнить, ранешние были профильные трубы, они были более толстые стены, а сейчас они тонкие стенки, и очень надо делегатно с ними относиться. Прогоняем ее тоже за 4 прохода. Вот она подается очень легко, крутится на этим самодельным трубогем, который я сделал сам. Мне нравятся вот эти трубогемы. Работа очень хорошая. Ничего не могу сказать, что криво или как он с изъянами гнет. Нет, гнет она нормально. Вот мы подгоняем, сейчас профиль прогоняем, и будет на этом завершающий этап. Потом мы снимем размер ее, чтобы она соответствовала. За 4 прохода оно помаленечку у меня, все оно становится по размеру, потому что уже это было ранешне прокручено, и этот размер, соответственно, мне уже известен. Вот сейчас мы ее на середку выгоняем, и я попробую ее замерить, большое ли расхлаждение или нет. Мне надо будет там приварить, вспомогать на эту трубу, и замеряем размер. Вот видите, размер как раз тот, что мне нужен. Это релька 2 метра, и там 60 сантиметров, 2,60 мне надо этой дуги, чтобы она была, потому что она не до конца будет ложиться, а на дуге, которая уже приварена. И мне этой размера достаточно. Сейчас буду отрезать этих 20 сантиметров, которые я давал до центра дуги на изгибе. Вот, их вот сейчас отрежу с другой стороны. С одной стороны отрежу, и сейчас с другой стороны отрежу, таких 20 сантиметров, и потом буду ее приваривать. Все, труба готова. Сейчас начну ее приваривать. Вот сюда под низ будет она идти. Сейчас я это сниму на видео, как ее прикладываю, чтобы потом с торца закреплять в ней уже поликарбонат. Вот так теплица у меня выглядит уже с каркасом, который готово сварено. Основные дуги у меня 20 на 40, а вспомогатель 25 на 25 из профиля. Промежуток между ячейками я делал по высоте где-то 75-78 сантиметров у меня получалось, а на центральном основании почаще делал, где снег будет ложиться, а тут достаточно. Многие делают. Еще реже, нет, реже я бы не советовал, потому что ветра сильные бывают, и будет колебания, может переломать сверху. Вот, как видим, вот я показываю, тут еще у меня реже 47 сантиметров получится, где будет снеговая нагрузка. Я там почаще приварил уголки, потом буду еще, может, люк делать вверх, может, нет, не знаю, что на распуте пока. Вот так она у меня выглядит в данный момент, эта тепличка. Делал, конечно, и стяжки, обязательно делать стяжки, потому что снеговая нагрузка, когда будет, дуги разойдутся. У многих плачевный конец, после этого многие видели, что без стяжных перемычек, которые дуги стягивают, расходятся дуги при снеговой нагрузке. Сварил я тут полосочка, меня 5 сантиметров ширина и 5 толщина миллиметров, ее так приварил аккуратно, вот, и по периметру везде меня, или уголок, или полоска, все, что у меня было в наличии. Вот здесь мы на анкерные болты так крепили, соответственно, тоже прикреплял нормально. Мне нравится. Подниз я подкладывал фольгу, утеплял фундамент, соответственно, и мягче она ложилась, не на бетон, уголок ложился, а на эту фольгу, соответственно. Вот так она у меня выглядит, теплица сбоку, и сейчас начну приварку этих вспомогательных дуг, которые, я говорю, что с сердца я буду крепить к ним полипаркарбонат, который, соответственно, будет крепиться не к основной дуге, а к этой вспомогательной. Итак, мы начинаем приварку. Вот приварил ее, и аналогично с той тыльной стороны так же сам приварим. Вот к ней будет крепиться и здесь у меня поликарбонат. Соответственно, нагрузка-то она и так выдержит, а это для крепления чисто я сделал для поликарбоната, чтобы никаких там не выдумлять, ничего, а так приварил, и все. Вот так у меня выглядит уже окошечко, проем дверный там сбоку есть, стенки вот эти у меня усилены, они идут везде, вот, угол хороший, толстый, толстая стена. Вот дверь, как получилось у меня, она чуть-чуть смещена, не, окошко не над дверьми получилось, потому что так, получать там слюна яма мне мешала, пришлось в сторону смещать дверь, а окно дело посередке. Вот окошко так приварил, еще не знаю, как делать крепление на открывание, потому что высоко оно будет, какой-то механизм надо будет там делать, чтобы открывалась дверь эта. Так она выглядит, эта дверь. На петли, соответственно, посадил, петли форточные, выдержат они, нормально. Вот этот дверный проем, еще двери не сделано, потом еще будет дополнительно, сниму видик по каркасу, и потом как покрывать будем поликарбонатом. Вот так помаленечку оно у меня подается, очень трудоемкая работа, многие говорят, что быстро это подается, нет, для меня оно очень трудоемко это было, потому что впервые я эту теплицу строил, и вот мне оно, без чьей-то подсказки, помощи, один сам делал все, и удерживать не было кому, все, один делал, вот так, помаленьку ее и сделал. Вот дверь, вот, она сейчас мне привязана, я не знаю еще, как механизм какой там сделать, но что-то придумаю, чтобы он открывался у меня, и закрывался, не на высоте, а чтобы снизу все, это можно было. Хотел бы делать, сперва, на цилиндр газовый, или на самооткрываешься, нет, это потом снимает зимой, не знаю, может и сделаю, или нет, но проблематично, может какой-нибудь другой механизм, там, постараюсь придумать, и потом, соответственно, покажу, что мне с этого получится. Вот так оно выглядит, у нас с торца, полупрофильное состояние, все ровно, все аккуратно делаем, не спеша, все швы зачистил их, чтобы ровно не было выступов, где будет прилегать поликарбонат, потом, соответственно, грунтовка еще ляжет, и покраска на два раза будет проходиться. Вот, обязательно углы делать, распорки, обязательно делать, для устойчивости, как вертикально, так и горизонтально, чтобы не было никакого качания. Везде по углам, по четырем я делаю эти распорочки. Вот окно открыл, вот оно у меня в таком открытом состоянии. Ширина окошка спереди у меня поменьше получилась, думаю, достаточно будет, потому что я вывесила по поликарбонату, чтобы лишних кусков не резать, и отхода меньше было, что-то пришлось мне вот так его устраивать. И оно получилось у меня где-то 60-58 сантиметров сзади, соответственно, больше 75 будет. Вот оно открывается. Открытие я сделал на полностью, чтобы открывалось, и там, что ручки меня не будет снаружи, потому что если ручка будет, и будет открываться, не дай бог, ветром колебнется, так поликарбонат сразу полетит. Поэтому там будет удерживающий какое-нибудь устройство в дальнейшем, он что-нибудь придумал. Субтитры создавал DimaTorzok